Приветствую вас друзья на канале Данила и Ларисы. Сегодня мы с вами будем готовить голландский сыр гауда. Будем мы сыр готовить из вчерашнего коровьего молока. Нам хозяйка, которая нам все время привозит молоко, привезла коровье молочко вечернего удоя, на нем подсели сливки и первое что нам надо сделать это снять с молока сливки. Так как у нас нет сепараторов, сливки мы снимаем вручную вот так вот ложечкой. Мы взяли 21 литр молока из расчета того, что мы берем сливки и у нас останется 20 литров молока и мы будем готовить из него гауду. Соответственно рецепт можно делать из 10 литров и из 5 литров, все зависит от того, какой комплект, ну какая у вас есть емкость в первую очередь, какие у вас есть потребности и какой комплект заквасок вы купите на какой объем в магазине 413.com.ua. Пока Лариса снимает сливки, я вкратце расскажу, что же за сыр гауда. Гауда это твердый голландский сыр, изготавливаемый из коровьего молока. Жирность в пределах 48-51%. Обычно его делают круглой формы, небольшие головки. Изначально делали головки, когда его начали делать в 18 веке, до 12 килограмм. Сейчас делают средний вес головок 4-6 килограмм. Сыр плотной консистенции. У молодого сыра вкус мягкий, однако с возрастом приобретает более яркий выраженный вкус. Сыр гауда назван так же из голландского города Гауда, где он продавался на рынке в течение веков. К 19 веку производство этого сыра стало распространяться по всей Голландии. Именно в это время гауда стал самым популярным сыром. Вот такая вот краткая информация, друзья. И мы собираем сливки и готовим емкость, либо паровую баню. Мы же готовим нашу сыроварню, в которой мы будем варить сыр. Перелили наше молочко в кастрюлю. Ну, мы в сыроварку. Если вы готовите на водяной бане, то вы переливаете его в кастрюлю и нагреваем до 32 градусов. После этого будем вносить закваску. Мариса включает нашу сыроварку, выставляет на термостате 32 градуса и нагреваем молочко. В магазине 413.com.юан мы купили вот такой вот набор заквасок для сыра гауда. Ссылку на этот набор я размещу под видео. И сейчас будем вносить молочко-закваску. В наборчике находятся две колбочки, под номером 1 и под номером 2. Под номером 1 закваска, под номером 2 фермент. Высыпаем, рассыпаем закваску по поверхности молока, даем ей регидрироваться в течение минуты и после этого тщательно перемешиваем. Оставляем молоко на 30 минут, поддерживая температуру 32 градуса по Цельсию. Минут, друзья, и мы добавляем ферменты. Разводим содержимое второй колбочки в рюмке воды. Хорошенько размешиваем. Добавляем наше молочко и перемешиваем. И теперь, что очень важно, в рецепте пишут точную температуру образования сгустка. Но мы пришли к выводу, ой, извиняюсь, в точное время образования сгустка, да. Но мы пришли к выводу, что каждое молоко имеет свои характерные особенности и на это время полагаться нельзя. Поэтому теперь, каждый раз готовя сыр, а в частности этот сыр мы уже готовим не первый раз, мы определяем время флакуляции, время образования сгустка вручную для каждой конкретной варки. И вот сейчас вот мы вносим ферменты. И с момента внесения ферментов мы включаем секундомер и засекаем время. Это время нам сейчас понадобится. Я вам расскажу, как мы... Ну, собственно говоря, в предыдущем видео я тоже это рассказывал и буду рассказывать в каждом видео, потому что снимать отдельно для этого ролик не вижу смысла. То есть каждый раз мы будем опытным путем определять время флакуляции, то есть время образования молочного сгустка, сырного сгустка. Мы размешали ферменты и включаем секундомер. Так, для того, чтобы определить точное время образования сгустка, мы дезинфицируем обычную карпуроновую крышечку и ложим ее на поверхность молока. И нам надо начинать ее прокручивать. Прокрути ее. Сейчас крышечка спокойно крутится по поверхности молока. Нам надо подождать, пока крышечка начнет прилипать к молоку. То есть вот сейчас вот прошло у нас 8 минут. Это время, которое мы берем за стартовое, и мы начинаем проверять, когда начнет сватываться сгусток, именно точку начала образования сгустка. И от этой точки мы уже вычислим конечную точку полного образования нашего сырного сгустка. Каждые несколько, ну, там, наверное, каждые 30 секунд мы пробуем прокручивать крышечку, пока она не начнет прилипать. Вот. Молочко начало схватываться на часах. Ну, не начало, ну, как бы уже начало. Проверни, проверни чуть-чуть. Простаться, пока вообще не будет прокручиваться. Да. То есть она еще немножко прокручивается. Мы ее сейчас чаще проверяем, просто чтобы за точности. Практически уже не прокручивается. Это еще прокручивается, да, считается? Ну, в принципе, оно должно даже вот так вот чуть-чуть назад, то есть она вообще не должна. Угу. Нужно как бы прилипнуть. Угу. Вот такой вот эффект должен получиться. Мы поворачиваем крышечку, она как бы возвращается назад. Это точка начала образования. На часах у нас сейчас 12 минут. И для этого сыра мы умножаем эту цифру на 2,5. Умножить на 2,5. Получается полчаса. Значит, контрольная точка, когда мы считаем, что наш сгусток сформировался, это полчаса от начала, от времени внесения ферментов, то есть общее время. Мы посчитали время, которое у нас от внесения ферментов засекли, до того, как начался образовываться сгусток, как крышечка прилипла к молоку. И это время умножили на 2,5. Получилось у нас 12 минут умножить на 2,5, 30 минут. Значит, сгусток мы выдерживаем 30 минут и после этого перейдем к его порезке. Прошло, друзья, 31 минута и мы проверяем, образовался ли наш сгусток. Сейчас Лариса нам расскажет, как это правильно сделать и покажет. Лучше все-таки себя перепроверять еще разочек. То есть мы берем ножик, надрезаем наш сгусток и смотрим, разделяется ли он. То есть если идет вот такое вот разделение сгустка, значит, в принципе, наш сгусток готов. Если сгусток еще не разделяется, надо подождать еще хотя бы пару минут, следить за тем, чтобы... То есть вот сейчас, как ты показала, он нормальный, да? Ну, в принципе, давайте еще раз так, чтобы было. Ну, вот такое вот отделение. То есть он так разрывается. Разрывается, как бы. Да, ну, он разрезается. Вот так вот уже, в принципе. И мы начинаем резать. Значит, мы разрезаем сгусток лирой и после этого, после того, как разрезали, оставляем его на 5 минут. Если у вас нет лиры, то можно порезать его ножом на кубики со стороной 1,5-2 см. Аккуратно надо это делать, да? Ну, так, чтобы ровненько оно все было. А потом его уже... Ну, да, через 5 минут мы его начнем уже мешать. Да. Сначала, ну, просто, чтобы равномерно это все было, чтобы и внизу оно порезалось. Итак, мы разрезали сгусток и оставляем его еще на 5 минут. Естественно, температуру все время поддерживаем 32 градуса. И мы начинаем мешать сыр. Мешаем его в течение 5 минут. И в процессе перемешивания мы должны его измельчить. То есть, если есть где-то у нас большие непорезанные куски, то мы их, вот Лариса сейчас будет показывать, ложечкой так. Можешь вот по светлый угол загонять эти большие куски, чтобы было видно при съемке. Нужно ложечкой, можно ножиком брать. А вот может лучше венчиком или нет? Или венчиком это... Ну, здесь венчиком нам не настолько мелкое зерно нужно. Венчиком это на пармезан, вот там, где именно меленькое зернышко нам нужно. Вот нам лучше венчиком. А здесь мы просто чумолкой, ложкой, чем... При этом, друзья, мы все время поддерживаем температуру 32 градуса. Но в это время мы должны поставить чайник и закипятить литр воды на 10 литров молока, которое мы использовали. То есть, мы в данном случае будем 2 литра воды использовать. Сейчас объясню, зачем. Нам будет горячая вода температурой 65 градусов. Мы перемешиваем зерно 5 минут. И на 5 минут его после этого опять оставляем, поддерживая температуру. За это время оно должно полностью осесть, и сыворотка должна остаться сверху. Дно осело на дно, простояло 5 минут. И теперь наша задача отобрать 2 литра воды, ну, из расчета... Вернее, сыворотки из расчета 1 литр на 10 литров молока. И добавить воду температурой 65 градусов. Это немножко поднимет температуру сыворотки. А делается, казалось бы, можно было бы просто подогреть, но нет. Это делается для того, чтобы понизить кислотность сыворотки. И мы будем делать эту процедуру еще один раз. Итак, на каждые 10 литров молока отбираем литр сыворотки и добавляем литр воды температурой 65 градусов. Теперь начинаем опять перемешивать зерно в течение 10 минут. Перемешивать зерно важно, то есть воно не просто перемешать, а именно перемешивать в течение 10 минут, чтобы оно не слиплось, не взялось комком. Перемешиваем 10 минут и опять на 5 минут оставляем, чтобы зерно полностью осело. И будем готовить вторую порцию воды. Надо приготовить на каждые 10 литров молока 3 литра теплой воды температурой 45 градусов на каждые 10 литров. Соответственно, мы готовим 6 литров воды, так как мы варили из 20 литров. Важно заметить, что вода должна быть либо лучше всего фильтрованная, либо артезианская. Мы используем артезианскую воду. Естественно, если вы готовите в городе, то надо заранее набрать в пунктах продажи воды, там где ее фильтруют системы обратного осмоса, надо заранее набрать необходимое количество чистой воды. В ни в коем случае не использовать воду из-под крана, отстоимую и всякое подобное, потому что оно испортит вкус сыра. Сыворотка простояла 5 минут после того, как мы ее мешали 10 минут. И теперь мы отбираем 3 литра сыворотки на каждые 10 литров молока. Опять-таки, мы таким способом понижаем кислотность. Соответственно, мы отбираем 6 литров, потому что у нас 20 литров молока. И добавляем воду температурой 45 градусов. Когда мы отбираем, надо делать это аккуратно, чтобы не потревожить, ну, чтобы не всколошматить зерно, не всколомутить, чтобы оно не начало всплывать. То есть, аккуратненько с поверхности отбираем. И при этом у нас зерно практически должно уже показаться над поверхностью. А у тебя есть там мерочка на этой штучке, да? Да, 1 литр. 1 литр, как раз. Вот зерно начало всплывать. Надо делать это аккуратно, чтобы, ну, по крайней мере, чтобы не потерять зерно. И выливаем сюда заранее подготовленную воду температурой 45 градусов. Саранее подогретая водичка у нас была. Теперь самое интересное. Надо мешать массу непрерывно в течение 20 минут. Причем это критично. Именно 20 минут, ну, именно мешать. То есть, не перемешать, отложить. Именно постоянно ее надо мешать в течение 20 минут. Сырное зерно при этом будет перемалываться потихонечку. И в результате оно должно стать размером с горошинку. То есть, оно должно хорошенько измельчиться. После этого на 10 минут оставляем его в покое. Опять-таки поддерживая температуру. Температура у нас сейчас 37 градусов. И мы ее время от времени контролируем и постоянно поддерживаем. 20 минут мешаем, 10 минут оставляем отдыхать. Бедненькая Лариса 20 минут мешала. 10 минут отстоялось после перемешивания сырное зерно. Оно осело. Мы сейчас для удобства снимаем часть сыворотки. Сливаем. И дальше будем уже зерно перекладывать в форму. Сейчас покажем вам, друзья, как. Когда мы отобрали большую часть сыворотки, у нас осталось немножко сыворотки, проливаем ее через формочку, чтобы форма прогрелась. И уже можем как бы и зерно туда помещать. То есть лишнее протечет. А в это время мы будем помещать уже форму с зерном. По идее оно должно уже начать слипаться. Если будут большие куски, то просто его надо разламывать и укладывать в формочку. Таким вот образом равномерно. Я думаю, что не надо его так сильно приминать, Лариса. Но потом лучше, чтобы спрессовалось, чтобы он пористый был. Сразу его не приминаю. Лучше давай выложишь его равномерно. И потом будем прессовать уже. Ну да, распределяем ровненько, распределяем по форме. В плане того, что распределяем, но не уминаем его. Интересно, сколько у нас сыро получится в этот раз. Что в прошлый раз мы держали его 50 минут и немножко передержали. То есть сырный сгусток начал как-то разрушаться. У него, если его передержать, есть обратный процесс. Зерно у нас как раз очень годной консистенции получилось. То, что надо. Вот по всем описаниям, что я считал, оно должно вот такое вот получиться. С одной стороны вроде бы рассыпчатое, а с другой стороны уже эта рассыпчатость слипается в большие комки. Ну вот мы собрали все зерно. Разравниваем его по форме. И начинаем прессовать. Первый этап прессования у нас... Мы прессуем весом 4 килограмма в течение получаса. После этого мы сыр перевернем в форме и добавим веса. Ставим поршень. И ставим сверху спортивные, какие у нас есть, веса. Я никак не сделаю Ларисе пресс. Обещаю, обещаю. И никак не сделаю. Вот таким вот образом, весом 4 килограмма, начинаем прессовать сыр полчаса. Прошло полчаса, и пришло время перевернуть наш сырок. Мы снимаем груз. Он прессуется. Нам его надо вынуть из формы, перевернуть другой стороной и добавить груз. Эта процедура всегда очень веселая. Вынимание сыра из формы первый раз. Вынулся? Ну, выпал. Отлично. Формы все конические, что упрощает переворачивание сыра. Отлично. Снимаем коврик. Ложим его опять на дно формочки. Очень хорошо выглядит. А теперь самое интересное. Ну, убери его аккуратно туда. Тяжелая головка, да, получилась? Аккуратно только, чтобы не разрушить ее. Она еще очень-очень мягкая. А, я знаю, как сделать. Сейчас секунду. Мы возьмем другую подставку. Мы пошли на хитрость, чтобы не разрушить головку. Накрываем ее сверху таким же противнем. Теперь надо перевернуть. Давай поднимем его. Я тебе помогу. Зажали. Переворачиваем. Потому что головка у нас еще не полностью сформировалась. Сверху одеваем форму. Одевай, одевай. Она будет тяжело одеваться, потому что он же конический уже сформировался. Но у нас головка получится округлая в результате с двух сторон. Вот так вот аккуратненько, чтобы не разрушить нашу головку. И переворачиваем еще раз. Вот так. И вот так. И вуаля, друзья. Все. Теперь ставим поршень и увеличиваем груз до 6 килограмм. И теперь грузом 6 килограмм прессуем наш сыр в течение часа. Прошел час, друзья, и настало время перевернуть нашу гауду. Переворачиваем его таким же хитрым методом, как мы придумали. Так бери сразу на противник. У меня водичку на противник. У меня водичку не бросится. Так она сольется. Нет, теперь мы его переворачиваем, снимаем на это. Переворачиваем на тот противник. Бери вот этот вот с решеточкой, накрывай сверху. Какой ты? Да. Вот так переворачиваем. И надеваем сверху формочку. Так же, как мы уже делали. И теперь, друзья, мы его прессуем весом 8 килограмм 2 часа. После этого нам сыр надо засолить. Для этого нам надо приготовить 20% раствор соли. Лариса перевернула сыр, положила его в формочку. И мы его оставляем прессоваться на 2 часа весом 8 килограмм. А тем временем готовим 20% рассол. Для того, чтобы приготовить 20% рассол, 4 литра воды надо довести до кипения. Растворить 1 килограмм каменной соли. Остудить при комнатной температуре и процедить через марлечку. После этого добавить 5 миллилитров 6% рассола уксуса. И чайную ложку 10% раствора хлористого кальция. Естественно, этот рассол можно будет использовать несколько раз. Как я уже неоднократно говорил во всех видео, которые касаются сыра. После этого наш замечательный сырок надо будет засолить в этом рассоле, который мы приготовим из расчета 4 часа на каждое полкило сыра, которые у нас получились. То есть, грубо говоря, если у нас получилось полкило, мы солим 4 часа. Если килограмм, мы солим 8 часов. И так далее, соответственно, пропорционно. Прошло 2 часа. Мы снимаем наш груз, в который мы прессовали сыр. И в первую очередь, конечно, хотим его взвесить. То есть, напомню, мы готовили из 20 литров молока. Интересно, что у нас получилось. Сейчас Лариса его достанет. В принципе, сыр уже готов к засолке, как я вам говорил, друзья. Это последнее прессование. Ну, такая нормальная головка получилась, я уже вижу. Сейчас я попробую Ларису. Таким образом снимаем. Обнуляем весы. И... Почти 2 килограмма. О, это уже приятно. 2 килограмма, а почти это сколько точно? 1920 грамм. 1900 грамм у нас получилась головка сыра. Отличная. Помещаем ее в рассол, друзья, который мы приготовили заранее. Рецепт я вам рассказал. Естественно, рецепт я помещу в описании видео рассола, как и рецепт самого сыра. У нас получается 2 килограмма головка. Значит, мы ее туда помещаем на 16 часов. Рецепт пишет, что один раз надо ее перевернуть, потому что она как бы плавает на поверхности. Один раз ее надо перевернуть за этот период, не больше. Вот так вот красиво наша головка плавает в рассоле. И что же с ней делать после того, как она просолится? Вынимаем сыр из рассола и при комнатной температуре ложим его на дренажный коврик и оставляем на 3-5 дней, чтобы он обсох и обветрился. Каждый день обязательно сыр переворачиваем на этом дренажном коврике. Ну, чтобы он равномерно обсыхал и высыхал, естественно. После этого отправляем сыр в холодильник при температуре 9-10 градусов и выдерживаем в течение 10 дней. Переворачиваем 2-3 раза в день. Потом сыр надо будет покрыть латексом. Видео, как покрыть сыр латексом, есть на моем канале. И ссылку на это видео я размещу в описании видео. Покрываем сыр латексом и оставляем его на вызревание. Выдержка этого сыра должна происходить в течение 1,5-2 месяцев. Это по классическому рецепту. Также его можно оставить на более длительную выдержку до 6 месяцев. Тогда он получится более твердый. Но, в принципе, гауда это твердый сыр. Он относится не к полумягким, не к полутвердым, а именно к твердым сырам. И не забывайте, друзья, регулярно, хотя бы раз в неделю переворачивать сыр. И если вдруг где-то даже поверх латекса образовывается плесень, ее можно отмывать вот этим вот соляным раствором, в котором сыр просаливается. На этом, друзья, мы заканчиваем рецепт приготовления сыра гауда. Естественно, когда он вызрит, мы его будем выдерживать 1,5 месяца, я думаю. Когда он вызрит, мы обязательно снимем дегустацию, и это видео выложим на наш канал. Я очень надеюсь, что это видео, друзья, было для вас полезно. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, ну, как бы, или какие-то... Вы можете поделиться своим личным опытом, оставляйте комментарии. Я абсолютно на все комментарии обязательно отвечаю. И, друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. А мы с вами прощаемся. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok